Я сейчас нахожусь Греции на острове Крит, где мы будем тестировать третье поколение очень знаменитого внедорожника, который называется Porsche Cayenne. Это очень интересная история, потому что прямо сейчас, когда вы рассматриваете эту машину, вам кажется, что это второе поколение. Да и мне тоже. А объясняется это очень просто. Нам на презентации, которая состоялась еще на выставке, по-моему, во Франкфурте, дизайнер, главный дизайнер рассказывал о том, что мы не можем делать каких-то шагов в сторону по одной простой причине. Это не революция, это эволюция. Мы можем двигаться только в рамках знаменитого культового 911. Именно поэтому никаких особых или каких-то экстраординарных изменений в автомобиле нет. Он стал длиннее, он стал шире, он стал ниже. Но если мы посмотрим на заднюю часть этой машины, то там все сильно отличается от второго поколения. Должен сразу признаться, что мне никогда не нравилась внешность Porsche Cayenne, особенно когда мы говорим о первом поколении. Для меня это был чистый лягушонок Кермит. Второе поколение уже стало интересным. Когда я смотрю на третий, мне кажется, что автомобиль стал агрессивней, лаконичней, стремительней. И вот это я уже готов принять, особенно понимая, какими техническими характеристиками обладает этот автомобиль. Но есть вещи, которые мне кардинально не нравятся. Да, я понимаю, что мы идем к автопилоту. Да, я понимаю, что сегодня на Porsche реализован частичный автопилот. Именно поэтому мы здесь видим камеру. Там мы видим еще одну камеру ночного видения. А вот здесь мы видим какой-то гигантских размеров радар. Выглядит это все, я бы сказал, не очень эстетично, но будем надеяться, что хотя бы эффективно. Как я и обещал, вот задняя часть Porsche Cayenne третьего поколения. Как вы понимаете, это существенно отличается от второго. Не в последнюю очередь из-за вот этой вот, я думаю, в будущем знаменитой LED-подсветки, которая соединяет два фонарика. Это решение не новое. В прошлом мы это все видели, но как вы понимаете, мода и дизайн всегда идут по кругу. И если раньше это было, это никак не означает, что современные дизайнеры не должны это переосмыслить, не должны использовать новые материалы и не сделать что-то похожее на старое, но невероятно новым. Конечно же, конкуренты делают сейчас похоже, но думаю, что вот этот вот огромный фонарь может стать просто настоящей визиткой марки Порше. Ну что же, очевидно, что по сравнению с первым и вторым поколением салон Порше Cayenne стал гораздо более лаконичным и я бы сказал, даже утонченным. Конечно же, произошло это все из-за того, что исчезло огромное количество кнопок и все это переместилось на экран, на сенсорный экран и все это переместилось на вот эту центральную консоль, где у нас появились огромные сенсорные панели. Обожаю их я за то, что когда ты нажимаешь какую-то кнопку, ты слышишь щелчок и ты слышишь обратную связь. Это очень важно и очень удобно и это очень сильно отличает вот эту технологию от других. Например, когда я начинаю нажимать все это на экране, ни обратной связи, ничего, я должен постоянно контролировать, включил ли я ту или иную функцию. При всем при этом очевидно, что опции в Порше Cayenne добавилось и даже когда мы говорим про стандартный Cayenne, он никакой не стандартный, потому что опционально вы можете его разогнать до стоимости в 150 и даже в 180 тысяч евро. Были бы деньги и было бы желание превращать обычный Cayenne в необычный, когда у вас есть, например, версия Порше Турбо. Забавно, но мне казалось, что европейцы нам предложат какой-нибудь светлый салон, бежевый или коньячный, а мы получили вот этот классический украинский черный на черном. Хотя я знаю, что многие владельцы Порше будут благодарны, что торпеда не белая. Что касается общей архитектуры, центральной консоли и торпеда, если вы уже сидели в новой Панамере, то вот этот самый матрешка стайл, который убивает мою профессию, потому что рассказывать практически не о чем. Хотя, если присмотреться к этим вот воздухозаборникам или воздуховодам, то мне кажется, что по дизайну от Панамеры они отличаются, хотя я абсолютно не уверен. В целом, как только вы садитесь за руль этого автомобиля, вы точно понимаете, что вы в Порше, даже если вы не смотрите на этот логотип. Ну и конечно же, помните о том, что для того, чтобы активировать Порше Каен, вам нужно использовать левую руку, потому что именно здесь находится специальный тублер, который заведет ваш двигатель. Должен ли я вам рассказывать о каком-то невероятном количестве USB разъемов, что находится в подлокотнике? Ну, наверное, должен. Вот в подлокотнике у нас два USB разъема и также зарядка под мобильный телефон. Она индукционная и, скорее всего, она под Samsung и, возможно, под iPhone X, если, конечно, после покупки Порше Каена у вас еще хватит на покупку этого телефона. Впрочем, обычно, когда человек покупает Порше Каен, на телефон у него давно уже есть. Щиток приборов. Как я уже говорил, все полностью перекликается с Панамерой. У нас есть две графические панели. С правой стороны вы можете получить информацию от камеры ночного видения. Вы можете посмотреть какую-то информацию об автомобиле. Дублируется навигационная система. С левой стороны у нас находится спидометр и также еще один маленький бортовой компьютер, который тоже предоставляет вам информацию. Посредине аналоговый тахометр и думаю, что Порше будет на этом настаивать еще долгие-долгие годы. В некоторых комплектациях на центральной консоли вы также увидите очень и очень симпатичные часики. Также обратите внимание на вот этот вот блок, который отвечает за свет, который отвечает за вашу панорамную крышу, который отвечает за Парктроник, который отвечает за камеры. Вот этот блочок выглядит тоже очень хорошо. Да, он перекликается со стилистикой телефона вверху, сверху вверху, снизу айфон, но в целом, когда ночью вот эти подсветки загораются, все выглядит очень и очень неплохо. Теперь переходим к сиденьям. Как вы видите, они сделаны из очень качественной кожи, кожа перфорированная, вы получаете подогрев сидений, вы получаете вентиляцию, вы получаете хорошую боковую поддержку и более того, вы получаете, у меня такое впечатление, очень классное анатомическое кресло, в котором у вас точно не будет болеть спина. У меня за два дня теста не болело и даже никаких признаков не подавало. Удивили меня, конечно, вот эти ручки, как внедорожники, но надо помнить, что Каен это автомобиль, который может достойно выглядеть на бездорожье, к тому же они абсолютно никоим образом никак не влияют на мой комфорт внутри автомобиля, хотя выглядят достаточно забавно. Как видите, на задних сиденьях даже человеку с моими габаритами очень просторно и весьма комфортно. Конечно, не в последнюю очередь из-за того, что эти самые сиденья, вы можете придвинуть, вы можете отодвинуть. Также при помощи специальной кнопки, простите, это не электротяга, потому что это не максимальная комплектация, вы также можете регулировать спинки этих самих сидений. Сидения сами по себе, несмотря на то, что идет дождик и нас сейчас заливает, выглядят тоже невероятно классными и удобными, и с точки зрения дизайна они тоже хороши. Конечно же, в компании Porsche утверждают, что это место тоже полноценное для полноценного человека, но я бы сказал, абсолютно полноценного человека, но вот с таким вот примерно размером талии, вот. И не то катали, и всего, что находится ниже и выше. То есть, по сути, здесь должно сидеть что-то прямоугольное и, я надеюсь, очень симпатичное. С другой стороны, мы здесь получили вот такую вот сенсорную панельку, где мы можем регулировать климат-контроль, потому что здесь, в этом автомобиле климат-контроль у нас четырехзонный. Не знаю, насколько это эффективно, но думаю, что на неискушенные умы это все влияет самым положительным образом. Так же, как и вот эта вот огромная панорамная крыша, которая добавляет богатство этой всей комплектации, ну и, конечно же, жизненного пространства в автомобиле, потому что тебе кажется, что воздуха гораздо больше. Есть еще одна история, которая мне не совсем понятна. Обычно в немецких автомобилях с левой стороны ты находишь специальный тумблер, который переключает режимы освещения. Здесь это все превратилось в четыре кнопки. Когда, я не могу вспомнить, но я, в общем-то, не могу понять, зачем так было нужно сделать. Только потому, что у нас появилось третье поколение и в третьем поколении все должно быть по-другому. Не знаю. Отдельная история адаптивный свет, который работает в связке с камерой ночного видения и тепловизором. Такой дискотеки на дороге я не видал никогда. Тепловизор отлавливает пешеходов, собак, котов, коз, особенно коз и мгновенно подает сигнал фарам, которые тройным дальним обозначают захваченную цель. Что касается встречных автомобилей, то адаптивный свет их буквально обтекает, оставляя на месте встречки затемненное пятно. Понятно, что такие технологии стоят как приличного качества японский хэтчбэк. Но оно того стоит. Мы сегодня прокатимся практически на всех версиях Каена. Был стандарт, сейчас перебрались на Порше Каен С. Я надеюсь, что к концу нашего теста вы научитесь отличать эти модификации, потому что это просто. Смотрите на LED-подсветку. Если она одна, то это стандарт либо Каен С. Если две полоски, это не всегда беременность. Иногда две полосочки, это Каен Турбо. Запомните это и будет вам счастье. Поначалу тебе кажется, что Каен это определенно спорткар закамуфлированный во внедорожник с разгоном до сотни в 3,9 секунды и максималкой в 300 км в час. Но выехав на легкое бездорожье, ты понимаешь, что Каен абсолютно не безнадежен и здесь. Благодаря пневматике он способен изменять клиренс в диапазоне от 16 до 24 сантиметров, а сама подвеска весьма неплохо отрабатывает каменистые греческие дороги. Более того, даже на дорожных шинах и на нестабильном покрытии электроника Каена способна уберечь вас от внезапных контактов с местной эндемической фауной. Топливный партнер программы – столичная сеть АЗС Кло. Помните о знаменитых немецких дизелях? Забудьте! Концерн успешно переобулся прямо в воздухе и теперь готов удивлять нас могучими бензиновыми турбо и битурбо моторами. Объем 2,9, 3,0, 4,0. Разгон 5,9, 4,9, 3,9. Самый дохлый трехлитровый турбомотор прирос в мощности на 40 лошадиных сил. Теперь их 340. Новый 2,9 битурбо на Каен С теперь имеет 440 ЛС. А флагманский турбо укрепился на отметке в 550 лошадиных сил и 770 крутячего момента. Что это означает в реальности? 3.0 турбо – прекрасный мотор для людей, которые ценят достаточную мощность и не планируют сломать себе шею при неосторожном нажатии на педаль газа. Всех остальных приглашаю хотя бы в Каен С. Его крутящий момент в 550 ньютонов на скорости даже в 90 км в час способен при резком нажатии на газ забуксовать на месте и реально попробовать сломать вам шейные позвонки. Это впечатляет. На турбо пугает. Особенно с учетом кнопки буст, которая на 20 секунд превращает Каен Турбо в пушечное ядро. Кстати, я почему-то всегда был уверен, что Каен вооружают фирменной коробкой ПДК. Оказывается, нет. Здесь прочно обосновался восьмиступенчатый Типтроник от ZF. О, и еще теперь у Каена появился активный спойлер, который усиливает прижимную силу и помогает при экстренном торможении. А в-третьих, это просто красиво. В-четвертых, это точно помогает продавать такие автомобили. Кстати, несмотря на то, что здесь появилось огромное количество разных механических электронных помощников, автомобиль стал легче. Базовые комплектации легче сразу на 50 килограммов. В случае с Порше Турбо на 10. Конечно же, это смешно говорить про 10 килограммов, особенно в моем случае. На 10 килограммов я просто могу похудеть. Но в данном случае мы должны говорить об инженерном гении компании, которая добавляет механику, электронику и при этом облегчает свои автомобили. Понятное дело, используя сверхлегкие материалы, карбон и алюминий. Обратная сторона медали, при встрече с нашей действительностью, карбон и алюминий уступают чугунью, любимому материалу украинских направлений. Раньше подвеска Порше Каен уже после первых 50 километров пути заставляла задумываться о приобретении хорошего седла. Ты постоянно подпрыгивал на неровностях, ухал на ухабах и крепко подозревал, что на скорости сто восемьдесят ты сам себе напоминаешь всадника апокалипсиса, который закончит свои дни не на Армагеддоне, а в областной больнице с многочисленными переломами и внутренним кровотечением. Пневматическая подвеска с тремя камерами вместе с электронно-регулируемыми амортизаторами, активным электромеханическим стабилизатором и задними подруливающими колесами изменили управляемость Порше Каен навсегда. И теперь машина вообще практически не кренится в поворотах. Честно говоря, иногда меня это пугает, потому что я перестаю понимать в какой же момент начнет срывать шины, потому что раньше машина кренилась, я кренился вместе с ней, потом начинали пищать шины и ты понимал, что вот-вот крыша приближается. Сейчас ничего этого нету, машина практически не кренится в поворотах, все проходит идеально гладко, но, естественно, до какого-то предела. Слава Богу, компания Порше уже внедрила в свои автомобили практически, ну, если не полный, то частичный автопилот и даже до свиста шин ты не доезжаешь по одной простой причине. Электроника гасит все твои попытки убиться на этих прекрасных критских серпантинах. Системы ПАСМ, ПДСС, ПСС, ПСМ, ПТМ это никакая не билиберды. По большому счету, именно эти системы позволяют управлять двухтонным SUV как будто он в два раза меньше, в три раза ниже и обут не в дорожные шины, а в гоночные слики. Без этой начинки я бы вообще не рекомендовал приобретать новый Порше Каен, особенно без приставки S. Что касается версии Турбо, если вы опаздываете на разговор с Богом, трудно найти что-то более подходящее для этого путешествия. Субтитры создавал DimaTorzok